Сблизило нас, наверное, то, что у него какие-то были проблемы, и у меня были какие-то проблемы. Мы делились друг с другом. Да, не до нас. Мы рассказали, он нас вообще не послушал. Он сказал, делайте, что хотите, мне вообще, типа, без разницы. Я просыпаюсь, у меня там что-то 40 тысяч подписчиков. Я такой... Ох, вот это популярность! Вот это да! Жениться никогда там было написано. Да, жениться никогда и замуж никогда. Иди в задницу, мы разводимся. Друзья, всем привет! Это блогер-чат. Сегодня ко мне в гости пришла пара, которая поженилась благодаря блогерству. Ребята даже успели стать молодыми родителями. У них есть сын Тим, Аня Ищук и Димас Блок у меня в гостях. Ребята, привет! Всем, ребят, привет! Это прямой эфир! Как дела, как настрой, рассказываете? Я смотрю, вы такие позитивные, что-то обсуждаете, что-то друг другу наглаживаете. Конечно, конечно. Анечке просто тепло. Ой, холодно. Теперь тепло. Все, теперь прекрасно. А почему настроение великолепное? У нас, так сказать, 10 месяцев назад родился Тим, и все, и перевернулась жизнь. Приходится веселиться, радоваться. Да. Что только от одной этой мысли должно быть тепло. Да, каждое утро встаем и улыбаемся. А сколько стоите? Всегда по-разному. Он, кстати, чаще всего раньше меня просыпается. Это прекрасно, когда есть такой муж. Ну, во сколько ты иногда просыпаешь? Сейчас в последнее время в 7, да. В 8. А с кем малыша остались сейчас? С няней. Нянячка, все, ребята, все правильно делаем. С полугода у нас есть дня. Пока молся отдыхает, мама с папой работают. Как поменялась жизнь ваше с рождением ребенка? Что-то кардинально изменилось? Голова поменялась. Это первая очередь. Да, она прям кардинально. Прямо кардинально. 360 градусов поменялась. Мы начали очень много работать. Все на позитиве. Очень много всего происходит. И время летит. Переоценка произошла? Чего-то? Какие-то ценности? Что-то прям в сознании поменялось кардинально? Конечно. Что это лучше не делать, лучше делать вот там. Да, да. Да почти все поменялось. Полностью. Вот ребенок, у тебя нет ребенка? Ну вот я когда пришел, у меня какая-то шутейка. Ну как так? Они же такие молоденькие. Наш режиссер, я сейчас издал нашего режиссера. Он все сказал, ты ей 15 лет. Ты что, какие дети там? Они сами дети. Я говорю, ну не знаю. Я тоже не верю. На самом деле это очень крутое событие, что вы молоды и малыш будет молодой. Вы будете молодец, чем будет... То есть когда он будет молоденький, взросленький, вы будете еще в самом соку. Да. Вы как, знаешь, современный Ромео и Джульетта, мне кажется. Ваш продюсер был против ваших отношений, когда вот этот хаус был и так далее. Конечно, знал. Я не знаю ничего. Все вычитал про нас. Как случилось? Слушай, ну изначально было просто правило у нас такое в доме, что нельзя отношений... Ну, кто что-то будет смешать, как минимум. Да, мы только развиваться начали. И попросил просто вот, так сказать, единственное правило у меня в доме, не надо отношения создавать, не нужно там ничего плохого делать. И только вот если вы хотите работать, развиваться, то работайте, развивайтесь. Да просто мы с этими правилами согласились. Мы просто никто не мог подумать о том, что вообще могут быть у кого-то отношения. Да и вообще, понимаешь, я на нее смотрел. Мы же, я говорю, ненавидели друг друга. Я вообще смотрел на нее вот так. Ты кто? А ты кто? А сколько у вас там было человек всего? Так, Валя Карновова. Ну, мы начнем с самого начала, да? Ну, просто можно сказать в общем сколько там. Ну, вообще, ну человек восемь. У нас просто постоянно кто-то уходил, один человек. Слушай, вы в таком маленьком кружке, как-то ненавидя друг друга, полюбили. Да. Как это произошло, в какой момент? Вы что-то вместе снимали или... Мы начали больше просто общаться. Да, это, наверное, случилось. Ну, не наверное, это случилось. У нас поездка была на Новый год в Египет. Там мы сначала начали... Всем домиком? Да. Начали так общаться, притираться, поняли, что есть все-таки что-то общее, есть насчет чего можно поговорить. И вот в тот момент у нас так вроде бы что-то щелкнуло. Вот, и все началось потихонечку. Сблизило нас, наверное, на то, что у него какие-то были проблемы и у меня были какие-то проблемы. Мы делились друг с другом. Да. Поэтому как-то и не заметили, что... А как вы в этом доме возвращались? Потом вы скрывали эти отношения? Да. Ну-ка, расскажите, как это... В самом начале это вообще было... Я не еще... Ну, короче, вот что-то у нас там, знаешь, так... Что-то было. Мы еще даже сами это с друг другом не обсуждали. А что у нас вообще? Мы даже это вообще... Времени не было это обсудить. Что-то идет. Мы в самолете летели. Я сказал такую фразу. Мы прилетаем в Москву. Как бы... Давай все забудем пока что. На время там... Это ты сказал? Да. Да. Она такая охренеть, как это все забыть. Вот. И мы в тот момент еще вернулись в дом. И как бы... Я так не понимал, что происходит. Она не понимала. У меня не было вообще в голове на самом деле, что мы в нем все в Москву. Курортный роман случился и что-то дальше. Да, у меня не было в голове того, что мы вернемся в Москву и у нас будут отношения. Да. То есть меня просто удивляло, что вообще происходит. Вот и все. Поэтому у меня такой шок был. Что было еще запрещено в этом тикток-хаусе, где вы находились? Выпивать. Все полностью... Ну, конечно, здоровый образ жизни вести и как бы все делать круто, хорошо. Мы даже зарядочки по утрам делали в прямых эфирах. Ну да. А когда... Все хотели... Когда произошел тот самый момент, когда вы признались продюсеру, что, блин, вот у нас... Мы поняли, что мы не можем друг без друга. Я пошла, по-моему, поговорить. В тот момент мы как раз-таки ушли от него. Да? Нет, ты чего гонишь? Ну, почти. Ну, когда... Чуть из времени, через полу. Да, да. Это было другое. Сейчас. У него просто с памятью проблемы. Чуть-чуть перепутал. Сейчас расскажу. Это любовь. Сейчас расскажу. Давай. Я помню, что я очень боялась, стеснялась к нему подойти, как будто как к папе. Что... Ну, потому что... Ну, не было представления, что вообще такое произойдет. Поэтому я помню, взяла с собой за ручку Катю Голошу и мы пошли вместе ему об этом рассказывать. Он такой... Господи. Ну, вот этого еще не хватало. У нас отношения. Что, как он отреагировал? Да как? Он просто махнул рукой. Ну, что поделаешь? Ну, сердце не прикажет. Ну, реально, что? Ну, реально, что? Мне кажется, что вы столько были, что-то происходило. Потом вы скрывали. Потом приехали из Египта. Это уже под финал всего тогда? Или как вы покидали этот дом? Это только развитие шло. Только вот развитие событий. Это там еще через полгода только. Да, через полгода уже вот именно уходили. Если к вопросу, как уходили, там, так сказать, мы хотели сказать официально, что мы в отношениях, потому что, ну, было глупо скрывать вообще этот факт. Потому что все подписчики так загадывались. Все понимали, что у нас что-то есть. И по видео... Вот если какие-то видосики снимаешь, вот шиперские, это называется так, то это сразу чувствуется, это сразу понятно вот со стороны подписчиков. и нам все писали, да, не пара, они все говорят, что вот вы друзья. Мы говорили просто, что мы друзья, у нас там ничего нет, мы просто дружим, все такое. Вот. И понимали при этом, что, ну, вот все уже, все уже край, давай расскажем просто. Пришли рассказывать, он такой опять махнул. Ну, у него, короче, были, оказывается, проблемы в тот момент. Он создал еще один дом, второй его. И у него, так сказать, вот в тот момент чуть-чуть плохо все пошло. Короче, у нас были недопонимания просто с его стороны и с нашей стороны. Да, не до нас. Мы рассказали, он нас вообще не послушал, он сказал, делайте, что хотите, мне вообще типа без разницы, потому что у него были проблемы. А мы не знали, он как бы не говорил, так не делился. И все, и мы сказали, иди тоже тогда. А правда, что Егор Шип как-то шиперил, познакомил вас и сделал так, что вы... Ну, это ты рассказывай. Я не знаю, что там было. Было на самом деле. Было? Было на самом деле. Я просто... Он мне говорит, сними шиперское видео с ней. Это прикольно, это залетит. Вот. Я такой, ну, можно попробовать. В тот момент я как бы, вот, я говорю, смотрел так. Я помню, да, это чувство, ты ненавидел. Все. Ну, это просто надо снять. Давай снимем и все. И я там уговаривал ее, я там говорил, да это круто там. А у меня подписчиков не было. Я в дом вообще пришел с, так сказать... Я хотел спросить, сколько было до дома? Да, не знаю. Я там просто развивал одну соцсеть и в ней там 300, 1400 где-то было. Но это тоже на социальных роликах это так легко было слишком сделать. И как-то не думаю, что я сильно прям вложился в это. Так сказать, душу отдал. Вот. И когда я уже попал в дом, тогда, так сказать, я с условием попал, что буду помогать на дом работать. Ролики там на ютубчик снимать, сценарии писать, за ребятами там контролировать, чтобы были видосики там несколько штук в день. И как бы вот это вот все на мне было в какой-то момент. В общем, грубо говоря, не как блогер он попал в этот дом. Да, да. Серьезно, да. Я понимаю, что какие-то вещи рассказываешь уже больше таких, как организатор, что там написать. Друзья, продолжается блогер-чат в прямом эфире телеканала РУ-ТВ. Мы с ребятами продолжаем обсуждать. Димас Блок, Аня Ищук, прекрасные молодые люди во всех смыслах этого слова. Мы начали, перед тем, как уйти на паузу, говорить про Артура Пирожкова. Ты сказал, что он приходил к вам в дом. Что там он делал, чему научил? Слушай, он приходил трек пропиарить свой. Но все равно, знаешь, для молодого поколения, которое всегда видело только таких артистов на телевизоре, и просто вот крутой, на самом деле, уровень. Слушай, позвольте мне вопрос. Вы, когда пришли в этот TikTok-хаус, вы, ну, грубо говоря, были блогерами, да? Ну, как-то вот, ну, не супер раскрученными, если говорить. Нет. Она хорошо была. У Ани была. А у тебя, получается, ну, ты там... Я просто так крутился. Так, окей, хорошо. Пришли, посмотрели на Пирожкова, что-то поснимали, каждый свое взял, я так понимаю. С ним, он, с ним. Ну, это просто интересно, знакомство. Конечно. Когда ты видел человека по телевизору. Он передал нам крутой опыт, вообще показал, как ведут себя артисты, и, то есть, мы все чаще и чаще, когда знакомились, понимали, как вот общаться нам, например. То есть, я вот на данный момент могу там с Бузовой увидеться. Приветик, дам, как-нибудь это... Она там спросит про Тима, мы что-нибудь пообщаемся, то есть, не было такого. Раньше просто было переживание, когда вот сталкиваешься лицом к лицу с таким человеком, и все. Типа, да, как подойти, что сказать, чтобы вроде не обидеть, и чтобы до позитива не быть. А сейчас просто вот на Чили. А кто еще из звезд приходил к вам? С кем, может быть, дружите сейчас после этого проекта? Кто приходил, приходил получать... Голустян. Я тогда не было, когда у меня не было. Голустян пришел. Как раз. Очень круто. Я прям вообще... Что за запил? Поугарали. Он прям такой же смешной. Вот. Артур больше, он серьезный. Ну да, да, он в жизни такой. То есть он на... Вот здесь он смешной, а в жизни он такой... Ну, наверное, первый раз тоже встретился с таким поколением, и нужно было как-то все тоже и трек пропиарить, и как-то... С кемчурника себя преподнести без излишеств. Вот. Нам понравилось. А Голустян наоборот такой прям... А Голустян на этот... Сразу залетел. Все, привет! А ты почему туда Бузова залетела? Да, вот я хотел спросить... Мы ее по трек встречали, она зашла в шоке. Думаю, господи. Под какую трек встречу? Просто представляешь, восемь... Какой был тогда у нее на пике? Какой? Слушай, вот этот, вот этот... Мало-мало-мало-мало. Представь, восемь человек в маленьком узком коридоре. И просто все вот в кучку сместились, там чуть-чуть... Первый ряд чуть пониже сделали, чтобы всех видно было. И она заходит, и мы... Мало-мало-половин! Какая была реакция? Она в шоке была. Мне кажется, она... Ну, она, по-моему, тогда еще сказала, вот точно туда попала. Слушай, ну, раз... Одно только имя и фамилия Ольга Бузова у тебя вызывает такую улыбку, мне кажется, оставила прекрасное впечатление. Да, да. Вот когда встречаемся, общаемся, да. Вот со всеми, кто к нам приходил, и с Мишей, и с Ольгой, кто еще к нам приходил. Вот Рамиль к нам еще приходил, но с ним редко видимся. Он обычно где-то на концертах, то есть тогда прям вот... Ну, я к тому, что если где-то увидеться на каком-то проекте, на какой-то премии, или где-то еще на мероприятии, то есть... О, привет-привет! Здорово любят, без проблем. Ну, это здорово. Так, хотелось бы вот что узнать про TikTok House. Еще вопрос такой. Как туда вообще попасть можно? Вот по-любому есть люди, которые нас сейчас смотрят, думают, да, я тоже мечтаю попасть, я мечтаю там что-то раскрыть в себе, то, что не раскрыто. И так далее. Как вы туда попали? Как туда можно попасть? И кто туда может попасть? Через что? Хочешь, а ты? Через что? Через какие-то преграды я имею. Ей это легко удалось, так сказать. Пусть Анна, говорит, отвечает на этот вопрос. Ну, потому что ты странно немножко туда попал. Да, как это? У нас, как это вообще получилось? Я просто познакомилась с Заиром, он мне написал... Написал? Ага. Ну да. Сообщение. Все, мы познакомились, тогда он уже работал с Валей, и как раз-таки начал работать со мной, с Юлей и с Катей. Вот у нас четыре девочки было. Мы познакомились, поехали в Москву, мы все из разных городов были. Юля была в Москве, Валя в Ростове, Катя в Перми, я в Питере, Заир в Баронеже вообще был тогда, по-моему, он тогда еще в Баронеже был. И все, мы съехались, все в Москве, познакомились лично, мы там снимали что-то на YouTube. Вы приехали еще... На съемки. Ну, не так я выразил себе гневник, хотя... На съемки, в общем. Приехали, познакомились, и потом как-то буквально через месяц-полтора мы все опять встретились в Москве и начали потихоньку снимать. Мы жили тогда в небольшой квартире. Я постоянно моталась из Питера, потому что у меня была учеба, у меня тогда приближался диплом. Друзья, блогер-чат в прямом эфире телеканала РУ-ТВ продолжается. Димас Блок и Аня Ищук. Если кто-то не знал эти ребята вместе, у них есть маленькое дитё, зовут его Тим, у них есть также собака. Я так подслушал ухом, что собака изначально вообще ревновала. Да. Не понимала, что такое, кто это. Да? Прямо серьезно? Да. Как вы это заметили? Там, где, например, вот я ложила ребенка на кровать, где мы спим, переодевала его там. Иногда он там спал, оставался спать. И когда мы уже убирали оттуда ребенка, шли, например, на кухню все вместе, и в комнате никого не оставалось, где мы спим, Микки прибежит, ну, собака наша, пописывает прекрасно на диван и убежит. Я потом ложусь, а там лужа вот такая вот. То есть прям гадил намеренно? Да, да. Прошло сколько месяцев, и он все понял и принял это. Да, ну сколько? Два, два с половиной дня. Да, двух месяцев где-то хватило нормально. Но изначально прям была жесть. Тогда, да, прям ревность. Бывает наоборот. Знаешь, иногда вот приносишь, мол, что там сиси-музи, вот эти мимимишки, а иногда-то... Мы говорили не так давно про то, как попасть вот в этот ТикТок Хаус. Многие очень хотят стать такими популярными, как вы, и как многие другие блогеры. Как вы попали? Вы из разных, ты говорила, регионов, как-то сошлись, и пошло-поехало. В Питер ездила диплом? Да, диплом у меня тогда был. Но тогда начался коронавирус, и поэтому на самом деле это интересная история, что особо нечем было заняться, ты не понимаешь, что тебе делать, на руку сыграло. Никуда нельзя. Вообще, да, и поэтому мы так соединились все вместе, у всех, у нас, конечно, все дистанционно стало с учебой, и поэтому стало удобно, поэтому я в Москву прям очень много ездила, у меня постоянно самолет туда-сюда, туда-сюда, поэтому мне это никак не мешало, я дистанционно защищала диплом, тоже на руку сыграла очень хорошо, в принципе, было удобно. Вот, и как-то вот так вот пошло, и потом уже появился дом. Да. Ну а как попасть-то? Спустя два месяца, ну, а как я попала? Я рассказала. На самом деле, у нее просто, у нее было подписчиков много, так сказать, и ее сами звали, так сказать, продюсеры. Вот интересно, зовут именно тех, у кого уже есть какая-то аудитория, чтобы добить, так сказать, вот эту тему? Это же легче, конечно. Мы мелькали очень много, может быть, у нас еще не так было много подписчиков, но мы начали везде появляться, наши лица были везде, поэтому как бы нами заинтересовался их. Я когда в ТикТок только заходил, я только их в рекомендациях видел. Вот серьезно. То есть это судьба была изначально, а ты говоришь, ненавидимая. Да, изначально я смотрел, думаю, блин, да как у них так круто набирают видосы. Не понимал. И я снимал какую-то фигню. Они просто танцевали на камеру там какие-то эти, просто вообще не парясь. А вы помните, из какого видео началась вот прям популярность-популярность? Вот именно то самое видео, что залетело, самое первое, и вы сказали, вау, просто знаменитым. У меня поперла именно аудитория, прям подписчики. У меня за три месяца миллион был. Реально? Да, и у меня не было цели того, чтобы у меня было столько подписчиков, у меня никогда не было этого в голове. Мне просто нравилось снимать. Я так занимала свое время, как бы, было тогда лето, когда я начала, и взяла телефон, прикалывалась, сначала с подругой просто, что-то там, для себя снимали, даже никогда не выкладывали. Смеялись, думаю, ну ладно, выложу, попробую. И у меня с комедийных роликов просто поперло. А тот самый ролик помнишь, который набрал больше просмотров? По-любому, сначала какая-то идет работа, там немножечко-немножечко, какой-то момент, бах, вау, и просыпаешься. Там какой-то самый дурацкий ролик, честно. Вот как всегда. Какой-то вообще. У меня, я снял в парке Горького, короче, женщина. Я снял в парке Горького? Два метра десять сантиметров. Она самая высокая в России. Сколько? Два метра десять сантиметров. Женщина? Женщина, да. И она в тот момент снимала с Лешей Савко, маленький. Вот. И я, короче, давай, говорю, помогу тебе подснять что-то. Там, куда хочешь. Помогу просто. Как-то заобщались, что-то сделали. И я говорю, а можно мне ролик тоже снимем? Я что-то быстренько придумал идею. У меня, я говорю, вот так. Идеи перли. Я понял, да. И вот сняли мне ролик. Он залетел. За первые сутки миллион двести. Я просыпаюсь, у меня там что-то сорок тысяч подписчиков. Я такой... Ох, вот это популярность. Вот это да. Это прямо за сутки, да? Все, я почувствовал, что я могу на телеке уже сниматься. А как сейчас дела обстоят вот на этом, так скажем, блогерском поле? Слышал, что как будто бы не самое легкое время сейчас до этого. Слушай, нет. Многие поуехали, многие просто, так сказать, затерялись. И наоборот, место освобождается, наоборот, становится легче. появляются новые, на самом деле, люди, а кто-то остался. всегда вот этот оборот идет. На самом деле, мне кажется, это всегда происходит, просто мы этого не особо замечали. Но у вас в плане просмотра, в плане... Мы только растем. Все вверх. Все хорошо. Конечно, все контролируется. А какие, какие есть правила успеха в блогерстве? По-любому же есть, вот что-то можно, нет же такого, весь хаос, как что бы ни было, все выкладывая. По-любому есть какие-то правила, что можно, что конкретно нельзя, что кринжово вообще. Конечно, мы следили, мы следили, чтобы никто там ничего случайно не сделал, если какое-то странное действие, которое не стоит выкладывать, конечно, согласовывалось всегда с участником. Ты имеешь в виду, ты про что сейчас говоришь? Ну, просто если что-то... я вообще говорю, вот у вас есть в целом какие-то вот рамки, это не буду делать, это вот мне не нравится, это я никогда не буду, и так далее. В самом начале, наверное, за все цеплялись, все хотели, любые тренды под себя тоже все снимали. Спустя время, ты уже, когда понимаешь, кем ты становишься, может быть, какой-то у тебя образ появляется, ты уже не можешь, там, я не знаю, ну вот, например, я уже, знаешь, отец, я не могу показать, как, не знаю, там, с другой девушкой сниму, как-нибудь все еще что-то сделаю, там, это могут не так понять, хотя в этом ничего такого нет, мы дружим, я с мальчиками дружу, он с девочками дружит, это абсолютно нормально, в этом ничего такого нет. Но для подписчиков выстроена уже позиция твоя. Вот сейчас, например, смотрят нас наши телезрители, многие из них хотят стать блогерами, сто процентов, что-то снимают, пытаются, что им нужно делать, какие может быть лайфхаки есть, с чего начать. Самое главное на азарте, самое главное, чтобы тебе это нравилось, ты смотрел на видео, сам смеялся от него, пересматривал, тебе это нравилось, если тебе это нравится, это сто процентов другим тоже понравится. Найдутся, ну в любом случае найдется тот человек, ну мамы достаточно точно. Блогер-чат в прямом эфире телеканала РУ-ТВ продолжается, ребят, сейчас хочется поговорить о ваших отношениях. Я знаю, что у вас какие-то сумасшедшие были истории, связанные с бракосочетанием, вы там не заморачивались, ни с предложением, ни с кольцами, надели друг другу кольца прямо в ювелирном магазине, и по-моему с нарядами у вас был худи, и вы там ничего не делали. А потом, а потом, потом, насколько я понял, Дим все-таки не сдержался, и повторно сделал предложение в Дубае. Расскажите нам эту историю, мы знаем поверхностно, но все это, так как бы никто не расскажет. Давай, девочки, честно, с животом небольшим таким, даже если он небольшой, свадьба не хочется. Серьезно? Зачем? Я тоже веселиться хочу, а что я там с животом офигею сидеть на этой свадьбе, все будут веселиться, а я буду сидеть на стульчике, потому что, ну, тяжеловато на самом деле, даже с маленьким животом все равно ты устаешь. Поэтому я Диме говорю, потом как-нибудь свадьбу сделаем, просто для себя, и мы же это не для всех делаем, в первую очередь для себя. Ой, да вы красавчики. Вот, поэтому я ему говорю, ну, потом как-нибудь. Правда, теперь как-то мы не знаем, когда это сделать. Ну, хотите, есть ли желание, то осталось? Есть желание. Что не заглядываете, На самом деле, да. Просто времени нет. Найдем время, вот, но пока непонятно, когда это. Дим, будем планировать. Расскажи про Дубай, как там произошло. Я, кстати, знаю, что у вас под кольцами есть гравировка. Это под другими, не под этими. У нас до этого, еще когда мы не расписались, были другие кольца, и там под ними другие кольца. Я, кстати, вчера отложила. никогда жениться, что такое было? Жениться. Даже они забыли, я помню. Офигеть. Я же говорю, у нее с памятью проблемы. Жениться никогда там было написано, и замуж никогда. Чья это была идея? Моя. Самогнушение. Да, на самом деле, необычно прикольно, поносили их. Сейчас они лежат спокойнечко. Они есть? Да, я вчера их перекладывала в коробку. Дива. Я в шоке. Расскажи про Дубай, он не может вспомнить. На самом деле, с Дубаем, но это как раз-таки недавно было, поэтому я все помню. Я придумал вообще изначально, вот хотел круто, красиво как-то сделать. Ты еще расскажи, как ты меня повез туда? С закрытыми глазами. Я не знала, что-нибудь в Дубай. Я вообще, я просто, я привожу оператора. Оператор заходит. Она не понимает, типа, что за съемки. Я там говорю, Ань, да это ты, походу, позвала его, я вообще не брал. Я сижу ем, думаю, что, съемки какие? Я одеваю на нее маску. Говорю, все, маска, наушники, музыка. Я еще в тот момент чуть-чуть тупанул и сказал, скачай побольше песен. И она такая, зачем? Не скачай побольше. Помогите, что же у него спрашиваете? Он меня спросил, а смесь заканчивается? Нам Ксюша сказала, Аня, смесь заканчивается, закажи, чтобы сейчас привезли. Я говорю, я заказала, завтра привезут. Говорит, надо сейчас. Я такая, зачем? Это другой косяк, Аня. Ты что, меня с музыкой тоже было. С музыкой тоже было, и она сказала, что, блин, зачем много музыки? Начала думать. И ее в тот момент оператор снимал и слышал, что говорит. Оператор со мной ходил, он говорит, она там что-то это говорит, что заподозрила, видимо, куда-то летим, потому что, ну, зачем, надолго музыка. Или просто уезжаем. Да. Так, а вы были в Москве? Да, были в Москве. Серьезно, то есть в Москве он на тебя все это надел, ты весь полет летел? Я взял с собой няню, чтобы ты понимал. Все было четко подготовлено. Няня тоже за день узнала, что мы улетаем, она тоже в шоке была. Но единственный минус был. Няня кайфанул, наверное. Я придумал, говорю, давайте найдем большой, этот, как он называется, шар, который летит. И нашел место, где какой-то шейх сделал два сердца, вот так вот, нарисованных, из озера. Ну, как пруд, как Москва-река, но только в виде сердец. И сверху смотришь, это очень круто. Вот. Я уже нашел шара, там, договорился с ними. Но оплата происходила только через карту. Я не смог оплатить. То есть, нужно было все это за день до сделать, все это организовать. Время нажало, короче. Я еще отдельно там уже договорился, чтобы табличкой еще, типа, выходи за меня, там пролетит. То есть, шар, вот это вот место крутое, над которым нельзя летать обычно. И я договорился, чтобы мы пролетели. Вот. И вот это вот. Короче, все круто. Я летел, думал, все будет зашивенно. Мы уже собираемся в рапорт. Мне пишут, что никак не можем оплатить. Но не смог карту найти. Я там через друзей, через всех. Никто не мог. Это стоило еще полмиллиона. Короче, много. Рублей хотя бы. Да. Это много стоило. Вот. И я не думал, что мне шарст, но я думал, тысячи там двести, там так. Я уже все, все день в день. Я хочу, давайте оплачиваем, все делаем. В итоге не смогли оплатить. Большие суммы, такие не переводятся. Вот. И мы летели, и мне нужно было на месте что-то придумывать. Мы уже прилетаем, и я хотел все день в день сделать, потому что была дата. Была дата. Какая? Ну-ка, давай, расскажи мне. Когда мы поженились с тобой? Не снимайте меня. Давай, говори. Одиннадцатая. Иди в задницу, мы разводимся. Ребята, ребята, эксклюзив Нару ТВ, Димас, Блок и... Прямо здесь. Ищук сказали, что они продолжают любить друг друга по-прежнему. Да. Так, у меня вот единственный вопрос. Ты расскажешь все так прекрасно, здорово. Проблема, я так понял, что она потом решилась эта проблема. Ты придумал что-то другое с... 22-ое. Да, молодец. Ножел на два, и все получилось. Так, вот. А подожди, сейчас ты договоришь. А ты, Аня, летела все это время с закрытыми глазами. Не, ну не получится. Ну, конечно, нет, я вам тоже думаю, как я пройду в аэропорту с закрытыми глазами в наушниках, кто меня пустит. Никак это невозможно было сделать, потому что а наушники обязательно нужно снять, и когда ты уже в аэропорт приходишь, в любом случае тебе говорят, в любом случае ты слышишь вот эти вот, то есть там я видел блогера снимают, как бы все там не видно, но на самом деле это невозможно сделать, просто невозможно, чтобы... Я прям в аэропорту уже узнала, что мы улетаем в Дубай. То есть мы стоим уже на стойке регистрации, говорю, что куда летим? Он такой в Дубай. Я такая... И я маме, мам, мы в Дубай, что сейчас? Как будто в соседний город. Прилетаем, хотел все сделать 22 числа, но все сместилось на 3 где-то дня. В первый день я думал, что мне сделать, что мне придумать. Сначала хотел вот это колесо огромное, которое остановилось. Можно было изображение огромное сделать, тоже выходи за меня там и что-нибудь написать. Вот, это тоже так же стоило, чтобы ты понимал. Но там плохо видно, поэтому не очень. да, получается, эти светодиоты, они как-то лагают и как-то не особо красиво это смотреть. Вот. Искал другие варианты. Мне Саша Золотов, друг мой, подсказал, блин, давай попробуем просто кольцо купить и придумай что-нибудь быстренько. Купили кольцо. Вот тут не буду уже говорить. Это самое, не знаю, мой такой жесть. Но кольцо там какое-то мощное было. Кортье, да. Вот оно. Ну-ка возьмите крупный план, покажите колечко, пусть здесь бриллиантик. Позавидует. Как угадал с размером? А я не угадал. Ты посмотри, на каком пальце. Да, ну вообще на это. Серьезно, я даже не подумал. Оно большое, да. Мне его страшно куда-то. Можно сделать. Можно чуть-чуть меньше сделать. Можно, да. И я, короче, нашел место, отель Atlantis, где аквариум. Ресторан. Я понял, что, блин, круто, круто на этом фоне выплывет, получается, я договорился. Отквалангиста. Да, да, да. Причем он написал так, я им говорю, выходи за Дима с блога. Я думаю, поприкалываться, типа, там, Дима с блог. Вот. И он написал мне Дима, что-то там с блога отдельно. Три разных. Выезжает табличка, я читаю, я думаю, блин, да что за... Ладно, все, ничем мне не помешает. Аня с закрытыми глазами слушает музыку, у нее там уже часа два, наверное. Просто кошмар. Вот. И все, этот момент, все люди смотрят, думают, первый раз предложение делаю. Мы-то уже женаты. Вот. Я снимаю, там, раскрываю на смотре, такая, че, офигеть. Ну, сначала не видит, потому что у меня белая сейчас в глазах, наверное. после этой темноты, я смотрю там, аквалангист, ошибка смотрю, думаю. Так, чтоб. Поворачивайся к кольпсу. Все в моем стиле. Все сидят вот так вокруг. Кто за кого выходит. Я такая, я вообще ничего не поняла, короче, в этот момент, а потом я такая, ну да. И все кричат, ура! Потому что, в прямом эфире телеканала РУ-ТВ блогер-чат. У меня в гостях Димас Блог, Аня Ищук, хорошие ребята. Сейчас предлагаю нам немножко поиграть. Мы с вами уже поговорили о личном и о развитии, о блогерстве. В общем, я задаю вопрос, ваша задача показать, кто из вас лучше, кто сильнее, кто скромнее и так далее. Окей? Окей, броу! Поехали. Первый вопрос. Кто чаще ревнует? Затруднительно. Пока не было момента. А, все. Кто более талантлив? Ну давай я. Ладно. Кто более обидчив? Кто больше плачет? Кто чаще меняет свое мнение? Кто что забывает? Да, бывает. Кто больше и транжиры в семье? Не знаю. Не знаю. Ну, возможно, возможно, наполовину. 50 на 50. Да, вот так. Опять. Ну да. Окей. Кто чаще врет? Кто более романтичный? Ну ладно. Кто чаще дарит подарки? Ну он, да. Кто чаще опаздывает? А че я? Ну, реально. Ты иногда сидишь, даже забываешь, что у тебя тренировка, и ты без пяти выходишь. Друзья, продолжается блогер-чат в прямом эфире телеканала РУ-ТВ. Кстати, наша фотография совместная с ребятами уже появилась и в нашем телеграмме, и в нашей группе ВК. И помимо всего этого, помимо вопросов, которые вы пишете, ребята сегодня подготовили какой-то презент для наших телезрителей. Да, у Анечки вышла, так сказать, своя косметика. И мы подготовили один вопрос, кто первым на него правильно ответит, тот получит этот подарок, но это чуть попозже. Да, я думаю, вопрос мы зададим попозже, а подарок хороший, я смотрю, вы еще параллельно с блогерством, там еще и бизнес идет. Все хорошо. Совмещать появляется. Я же говорю, ребенок голову меняется. Очень сильно. Вот именно из-за него как раз-таки это и получилось. Да? Да. Почему именно эта сфера? Раньше никогда не думали вообще в сторону бизнеса ничего. То есть не думали о своем продукте, не думали, как с помощью своего лица, которое мы уже развиваем, можно получать, так сказать, не пиарить, кого попало, и именно на себя больше это брать, и все. У нас вот есть вопрос уже в телеграм-канале. Сейчас тенденция, что блогеры стремятся в телек. Вас мы там увидим? Ну как бы на секундочку. Добрый день. Открывайте глаза. Хотели бы стать ведущим какой-то программы? Да. Ну я, наверное, ближе не к ведущему, а я снялась просто один раз, правда, в сериале, и мне это, в принципе, понравилось. И причем половина наших съемок, которые были в сериале, я была беременна. Сколько это было? Год? Ну она сначала начала, не была беременна, уже правильно? Да, ну да. Потом был большой перерыв в съемках. Долгосрочный такой? У нас просто затянулось немножко. То есть съемки должны были закончиться до Нового года, но они продлились, по-моему, до апреля где-то. И поэтому... А я в конце ноября с беременем. Понятное дело, что потом я даже... А я пошла в актрису, а вот что тебе больше по душе самой? Я просто знаю, что за некоторыми, вон, такими смешными людьми, которые там на позитивчике всегда, за ними стоят какие-то иногда более серьезные личности. Например, многие комики хотели бы сыграть какую-то серьезную драматическую роль, например. А бывает, наоборот, такой вот драматик, и он хочет, ну не хватает какого-то драйва. Ты вот какую бы хотела роль собрать? Наверное, более веселую все-таки. Веселую. То есть ты весь сельчак по жизни. Так, а ты какую хочешь передачу вести и где? Самый лучший телеканал РУ-ТВ. Надо поговорить. Вместо тебя, да. Вместо меня. Проигрываешь все? Поехали. Цу-е-фа, цу-е-фа. Так, ребята, ну мы договоримся, как что и что-то останется. Будем втроем. Хорошо. Вопрос. Если бы вы не были блогерами, какая бы профессия у вас была? В какую сферу пошли бы? Стоматологом. Серьезно? Да. Почему? Я отработал три года стоматологом, ассистентом стоматолога сначала. И параллельно учился на стоматолога. Вот. И как бы по итогу это должно было произойти. Так, стоматолог. Аня. Я бы, наверное... Я всегда лажусь с детьми. И с самого подросткового возраста, наверное, лет 16, я всегда думала, что... Ну, во-первых, я никогда не думала, что я буду блогером. Я думала, что я буду работать с детьми, это каким-нибудь тренером. Потому что я со спортом дружу. Я занималась профессионально легкой атлетикой. Ну, я не знаю, как это... 15-летняя девушка. Мамочка, ну, просто вообще сидит, я не знаю. Хорошая фигура. По образованию вы кто? Вот вопрос пишет Маржан. По образованию кто вы? По образованию вот. Стоматолог. Прямо образованию у тебя такое? Ну, закончил. Обалдеть. Медицинский какой-то. Да. Третий медицинский. Я социальный работник. И мама тоже. Социальный работник? Социальный работник. Ты представляешься не блогеры. Стоматолог, социальный работник. Почему нет? Тоже классно. И один на другой помогает людям. Так, еще вопросы. У вас был контракт в ТикТок Хаусе? Когда в самом начале нет. Вот если вы смотрели на самое начало, вы будете слышать. Потому что мы в начале об этом говорили. Спустя время, когда уже все начало раскручиваться, все расти, то уже... Все поняли, что успех гарантирован. Надо быстренько... Ну, нет. Ну, просто за тебя человек же может приходить. Вот, например, куда-то. Да, и говорить за тебя. И может... То есть, чтобы я не ходил, там не договаривался. Пиарщики, все это. Это на самом деле очень сложный процесс, который требует команды. Ты либо выбираешь пойти с каким-то человеком, который тебе по душе, либо сам собираешь эту команду. Нам легче было, так сказать, в этом случае просто пойти с человеком, кому доверяем, и все. А какой самый жесткий контракт... А какой самый жесткий пункт был в этом контракте? Вот самый жесткий, помимо того, что нельзя было заводить отношения. Это все... А то, что на отношениях... Нет, отношения это не в контракте, это так чисто. Нет. Потом, наверное, это запротоколировали. Нет. Нет. Нет, не было такого. Значит, можно было... Все же на доверии. Так, ладно. Сами ведете свои соцсети или у вас есть помощники? Все сами. Все сами. Конечно, посмотрите, ребята, молодые, какие помощники? Зачем нужны? Вот сами лучше всего? Я тоже считаю, что даже любые артисты... А вот это видно, согласитесь, когда смотришь какой-то поз. Ну, любые артисты, ты так сказал. Ты слишком грамотно, ты что-то... Мне вот намного... СММщики, на самом деле, очень много ведут, очень много через твой контент там, например, сохраняют и в какие-то соцсети перекидывают, чтобы везде одинаково был. Тоже люди есть такие. Не знаю, мне кажется, это скучно. Во всех соцсетях должен быть контент какой-то соответствующий, по моему мнению. Разный. Где находятся тикток дома? Спрашивают. Сейчас узнаем. Нигде. Нигде не находятся. Такой ответ. Где находились? Находился... Сначала везде. Сначала это был крутой тренд. Сейчас больше это вот остался, по сути, один дом. И это хайп-хаус. Но больше, знаете, ребята уже как-то взрослеют, все взрослеют. Кто-то там, вот, например, мы отдельно живем, Валя там отдельно живет. Все потихонечку уже переходят вот этот вот этап. И дом это круто. Вместе круто снимать вот это вот комьюнити, так сказать. Но ты в любом случае перерастаешь. Можно сказать так, эра домов как бы вообще умирает. Но даже... Покупайте квартиры. Вы что, сговорились? Кровцово! Серьезно? Вы что? Да. Где ты это сказал? Да, я это говорю, подожди, стоп. Но то, что мы общаемся, то есть мы реально как семья. Это все остается все равно. А то, что, да, там, снимать видосики, жить в одном доме, конечно, это уже уходит. Но мы взрослеем. Вы снимаете видосики, вы можете и так договориться друг с другом. Каждый уже сам по себе. Сам по себе. Мы просто, знаешь, мы просто, знаешь, больше уже, вот кто именно с хайпхауса, мы лучше встретиться просто, пообщаться, там, поделиться своими какими-то проблемами, непроблемами. Это больше, знаешь, так, лайтовей, так сказать, олдскульно. Ну, это круто. Да. Знаешь, как раз следующий вопрос на эту тему. С кем больше всего общаетесь из ребят из тикток хауса? С Юлей, с Валей. С Юлей, с Валей, да. Наверное, потом следующие идут потихонечку. Ну, чаще всего, да, снимут. Сейчас у всех такой график плотный, на самом деле. Это прям вот дружба-дружба? Аня там вот, например, недавно мы поссорились. Это бывает крайне редко. Вот, и она выставила, что она плачет там в историях. Ей позвонила Юля. Мы сейчас заболтались, жесть. И на следующий день я узнаю. Я там с Юлей разговаривал, и она мне там, типа, рассказывала. Мы там про тебя общались. Я думаю, нифига себе. А что такого? Ну, все равно как-то странно. Ну, после этого что-то изменилось. Но мы на следующий день пообщались. Все хорошо. Да. В этот же день, вечером. Еще нам пишут. Как вы проводите свободное время? Если не снимая видео, то что? На самом деле, вместе время больше проводим. Да. Мы на самом деле все меньше и меньше. Вот сейчас видео именно снимаем. Когда есть какой-то реально азарт, как я говорил, тогда снимаем. Раньше больше, знаешь, это превращалось из азарта в работу. И мы хотели больше, больше, больше. И нам это нравилось еще плюсом. А сейчас это чуть-чуть уходит на какую-то такую вторую ступень. Мы растем. Мы снимаем. Да. Мы снимаем меньше коротких видео. Мы больше сейчас YouTube-проекты там делаем какие-то свои шоу. Какие-то вот в таком направлении уже более что-то масштабное. Посерьезнее, короче. Она запустила свое шоу. И в этом шоу она сейчас хочет социальную проблему открыть. Где будет помогать мамочкам. В прямом эфире телеканала РУ-ТВ чуть не произошел поцелуй. Но смотри, как они ухаживают друг за другом. Вот они наши красавчики. Димас Блок, Аня Ищук, владая семья, блогеры, бизнес-люди. Ребят, у нас есть такая... Что-то новое узнали. У нас что-то новое сленг все можете забрать. У нас есть такая тема, рубрика «Секрет на двоих». Но так как у нас сегодня трое, я предлагаю этот секретик разделить на троих. Все очень просто. Я вам называю имя человека. Знаете его или не знаете. Если не знаете, просто должны сказать, ну какого вы о нем мнения. Если прям совсем-совсем не знаете, можете просто сказать, хороший он или плохой. Но если знаете, то должны какой-нибудь секретик рассказать. Или очень интересную историю. В общем, я думаю, по ходу поймем. Кто будет отвечать, можете выбирать сами. Валя Карнавал. Валя Карнавал. Давай ты. О! А что? О! А что просто? Какой-нибудь секретик, может быть, какую-нибудь штучку, история. Мне когда так задают вопросы, мне так сложно, на самом деле, на него ответить. Мне нужно посидеть, подумать. Может, пока... Мы же подружки. Да. Ну, давай так первое воспоминание. Слушай, может, я чего-то не могу рассказывать, извините. Ну, да, есть такое. Есть? Ну, конечно. Да, конечно. Что мы не можем рассказать? Мы же друзья, мы не должны такое. Останавливаемся. То есть, что позволено рассказать, мы думаем. Мы же в пределах, естественно, разумного. Ну, яркое что-то такое, может быть, смешное. Ну, хоть это не секрет. Ну, давай. Мы когда, короче... Я ненавижу нас за это. Мы снимали ролик к себе на канал, где мы, короче, бронковали друзей и родных, что я беременна второй раз. Это был ужасный ролик. И мне так было неловко всем звонить. Я потом Диме говорила, Дим, ну, давай, говори уже, что это неправда, что пошутили. Давай, давай. А он тянул, тянул. И Валя, она так расплакалась от радости, что я была... Просто не остановить. Просто не остановить. Она рада. Я такой, Диме, господи, что ты делаешь? Останавливай это. И она сбросила. Я думаю, Дима, вот ты придурок. Он мне цветы отправил. Ну, в принципе, все хорошо, я думаю. Но так лучше не шутить. Я сказал, извинился, мне прямо вот до сих пор стыдно. Я так перед мамой два раза шутил. Она из-за этого, третий раз, когда мы реально сказали, что Аня беременна, она вообще... Ты поверила? Она не поверила. Она ночью проснулась, я ей ночью звоню с Дубая. И она такая... Давайте спите. Ага, спокойной ночи. Да, какая беременность. Вот, на следующее утро я говорю, да это серьезно. Она такая, ну, я рада, конечно, ну, приедете, поговорим. Единственное, почему она была не рада, что она стала бабушкой. Да. Только что посмотрели клип вашей подруги, Вальный Карнавал, здесь, Наро ТВ. Мы продолжаем раскрывать секреты знакомых, друзей ваших. Следующий человек, про которого хочется что-то узнать интересное, Юлия Гаврилина. Сто процентов у кого-то есть из вас какая-то хистерия. Блин, мы вот с друг другом все знаем, что связано. И, ну, хотя, возможно, Юля что-то там вот как раз-таки сказала. Вот как раз тогда. Мне? Да, когда по телефону разговаривали. Интересненькая. Катя, все это удивляется. А что интересненькая? Не знаю, вдруг про себя что-то услышу. Не хочу это говорить. Ну, расскажи. Там девичьи. А, да? Нельзя. Нет. Такие секретики не раскрываете? Угу. Ну, хотя бы что, какая тема? Ну, давай подумаем. Про Юлю? Да. Давай. Какой у нас есть? Блин, я не знаю. Нету. Как сложно. Про настолько близких людей, на самом деле, очень сложно. Самый прекрасный человек. Да, если в другом ситуации просто можешь сделать какой-то комплимент. Мне энергии хоть отбавляй. Да. Она очень крутая, энергичная девушка, которая стремится только вверх. За это мы ее очень любим. У вас совместно есть с ней какие-то видеоколлаборации? Конечно. Тик-ток-хаос, я уже даже вместе жил. Ну, ну, там... Да, сто процентов там где-то есть. Все найдется. Так, следующий человек, про которого поговорим, Егор Шип. Ха, ну, это к тебе. Давай, расскажи какую-нибудь историю, там точно с ним есть. Слушай, я... Ой, знаю, как много про него. Ну, вот вообще жесть, просто. Что я только не видел. А что видел? Я слышал в ухе, когда... Да, 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 там смешно. Все смешно. А вот, знаешь, парни... Так и Егор Шип не смешно. Парни ходят в баньку, например. Но когда они ходят в баньку, там есть такая... Есть. Традиция. Бесплощенчиков. Почему ты так сильно смеялся? Вот, ну, как бы мы о друг друге знаем все. И вы гордитесь этим? Нет, я не горжусь этим, но просто вот, то есть, слишком многое видел. Поэтому... Компромат. Компромат, Егоры Шип, если что, скажу. Потому что ты так заинтриговал. Слушай, ну, если ты про него столько знаешь, то и он про тебя, поэтому... Он точно про меня очень много знает всего. Ты тоже поаккуратнее получается, да? Конечно. Слушай, вопрос в тему следующий. Следующая персона. Володя XXL. Оу. Слишком сложная персона. Кстати, мы очень давно его не видели. Да. С ним какое? А, ну, мы с ним... Вот, драка у нас была. А, кстати, да. Когда? Когда он в какой-то момент... Мы поехали в Сочи. Он поехал там какой-то, сделал сходку, что-то не помню, что-то такое он там сделал. И он в тот момент у него какой-то пик поймал, он там популярность почувствовал. Знаешь? И вот когда ловишь, ты иногда кидаешься такими словами странными, но он пришел, его в дом пригласили. И он так сказал, что вот это вы вообще как бы такие, знаешь, ниже меня можете молчать. Ну, я утрирую, это другое-другое было совсем там. Вот. И для нас это послышалось, как вот наших друзей, так сказать, все, кто там в хайпхаусе, ты чуть-чуть, ну, не так назвал. Мы пошли за это слово, так сказать, разбираться. Там его друг был, получается, я с его другом Паша Дворецкий с Володей XXL. И мы вот пошли в переулочи, где нас не видно никто, ну, нас все знали просто. Мы переживали, что нас кто-то подснимет, что-то сделает. И вот у нас была, так сказать, драка. А как считаешь, вот если бы подсняли вообще вот эти темы рабочие, это ты не любишь такое? Нет. Знаешь, там где-то засняли, ну, пиарчик лишний. Происходит, конечно, такое сейчас часто, но вот в тот момент не хотелось, потому что... Почему вы не общаетесь с ней сейчас в сфере? Потому что в тот момент, да, мы не общаемся. Так, следующая история. Катя Голышева. Та-ра-ра-ран, та-ран. Катя Голышева. Есть чего? Ай, это ешкин свет. Вытаскиваем из ребят компромат просто. Есть очень много, ну, вот вообще жесть. Ну, вот, потому что у них так много жести, но они вот загадками говорят. Сразу хочется узнать, что же там такая за жесть. Интересная персона. Ну, жесть не в плохом смысле. А типа просто много всего, ну, потому что мы, ну, правда, с Куку уже общаемся. Конечно, там столько всего есть. Очень много смешного, очень много грустного, да, всего подряд. Реально. Она больше какой-то душевный для вас человек или вот такой, знаешь, с которым можно... Эй, везде. Слушай, ну, вот с этим человеком можно и поразвлекаться, и по душе поговорить. И она на самом деле внутри больше как раз-таки душевный человек, чем какое-то время показывала. Это про что я говорил. Да, сейчас вот она старается больше уже сама себя показывать. И круто. У нее релиз трека, я сегодня видел, очень крутой. Послушал? Да. Давай поздравим ее, пожалуйста. Можешь обратиться. Катюшка, поздравляем тебя. Продолжается блогер-чат, это прямой эфир, телеканал РУ-ТВ, вечерок. Мы с ребятами болтаем и в кадре, и за кадром. Я предлагаю сейчас как раз-таки задать тот самый вопрос, где мы выберем победителя и вручим ваш подарок. Давай. Твоя косметика, я думал. Ну, давай ты. Ладно, ребят, скажите, какой самый первый продукт появился у Ани? Кто отгадает, тот получит этот продукт. Правильный ответ нужно писать в наш телеграм-канал. Именно оттуда будем выбирать победителя. Я знаю, что у вас огромные планы на будущее. Вот параллельно занимаетесь бизнесом, параллельно блогерством. Твоя сейчас дитёня, семейная жизнь. Всё есть. Плюс ко всему к этому, Ань, ты запускаешь своё шоу. Ты сказала, что оно будет носить социальный характер. Можешь рассказать поподробнее, что это шоу, для кого оно, что там будет? Мы сняли уже три выпуска, все эти шоу это с мамочками. У каждого своя история. Мы раскрываем это перед другими мамочками, или которые ещё не мамы, но планируют, чтобы они просто узнали, как бывают у всех по-разному. То есть это интересно. Реально все смотрят там. Сколько выпуски у нас длятся? Больше часа. Больше часа, да. Каждый по часу. И смотрят с самого начала. А двух миллионов. Это очень интересно. А мамочек, где вот ты берёшь? Приглашаешь каких-то известных людей, или просто может любая? Пока что это были известные нам, ну и аудитории тоже, да. Известные люди. А сейчас мы, вот Диме пришла эта идея. Да и вообще шоу придумал Дима. Я понял, судя по-моему, что он рассказывает. Помимо того, что у него плохая память какая-то. Он придумывает, да. Короче, с помощью других проблем. Мамочек. Мы даём зрителю, другим тоже мамочкам, понять, что вот не нужно так делать. Учитесь на ошибках. И там очень крутые истории собраны, как грустные. Пока что два выпуска было грустно. Сейчас сняли весёлый выпуск. Вот. И в каждой есть поучительная история для каждой мамочки. И пришла идея, вот у нашей команды уже пришла идея сделать социальный проект из-за этого и помогать мамочкам. У нас есть как бы средства, есть большая аудитория. И хочется реально помочь какой-нибудь мамочке, которая не может нам, например, родить. Не может себе позволить дорогие роды. Или просто какая-то сложная ситуация у неё. Может быть материально ей не хватает. Блин, ну это очень благородно и круто. И знаешь, какая мне пришла идея. То есть нужно же находить как-то эти героини. Они будут нам писать, мы будем читать эти истории и отбирать. Да, то есть это посредством какого-то именно общения с вами, в директах, в личных сообщениях и так далее. Это круто. На почте отбираются просто заявки мам. То есть сейчас может абсолютно любая мамочка, молодая или многодетная, или молодая. Мы будем брать совершенно разные истории. Может обратиться к вам, поделиться своей историей. Мы финансово, возможно, поможем. Как вот что ей нужно будет, чем помочь, мы ей поможем полностью. Можем провести её, там, роды сделать в Лапино. В Лапино роды стоят очень дорого. И можем круто ей сделать, чтобы не было плохого такого оттенка, к примеру, как у многих. В такие моменты мне всегда хочется сказать людям, которые говорят, ну вот эти блогеры, они там ничего не делают, но они там понтуются перед камерами. Ребята, учитесь, как быть в тренде, как быть интересными, молодыми, красивыми, ещё и душевными и заботящимися о других людях. Поэтому, мамочки, не тяните. Пока есть такая возможность, спешите ребятам, проявляйте свои истории, они выберут самые лучшие. Ну а мы прервёмся на короткий клип, после этого ещё больше всего интересного. Продолжается блогер-чат. Ребят, не так давно мы с вами озвучили вопрос. Какой он был? Вопрос, который победный от вас. А, победный ответ, получается? Нет, вопрос, как звучал ваш. Вопрос звучал, какая продукция из её косметики. Первый продукт в нашей косметике был. У нас есть победитель. Этот продукт называется... Маска для волос. Маска для волос. Правильно, написала в нашем телеграм-канале Илона. Илон, мы вас поздравляем. Ребята вам дарят подарок за правильный ответ. Маску для волос. Маску для волос, поэтому... Пользуйся. Как её забрать, мы вам расскажем чуть позже. А пока, ребята, у нас сегодня столько игр с вами. Давай, мы готовы. Заметьте, только интерактиву. Так, держите. Ань, это для тебя. Дим? Да. Чуть не выпили за любовь. Но лучше будем доставать на любовь. Смотри. Давай. По одному вопросу, по очереди, достаем. Потому что вы писали друг другу вопросы в паузе. И отвечаем на них абсолютно честно. Давайте первый. Итак, Дим, вопрос от Тани. Ты же достал. Зачитывай. На какой ноге у меня родильное пятно? Родимое. Родимое. Смотри, как написано. Родимое. Насколько хорошо? Вот здесь. Давай, проверим. На правой. Ну-ка. Нема. Нету. Нету? О, боже мой. Подожди. Здесь? Право-слево. Ничего страшного. Ну, а как две ноги. Это все цвет волос. Понимаешь, мне кажется, что ты наш с тобой. Ну, ладно. Могли забыть. Ничего страшного. Блондины. Аня, следующий вопрос от тебя. Насколько хорошо вы знаете? Вы же сказали, что вообще все знаете. Мы все знаем безумно. Да. Вот про ногу не знал. Что у нас не было, когда мы встретились первый раз? Опа. Вот это хорошо. Ты что, вообще? Да я тогда в одном ходил, Ань. В какой-то желтой вот этой вот. Нет. Или в белой толстовке. Я вообще не про толстовку. Штаны какие были? Штаны? Да. Цвет носков помнишь? Нет. А трусы? Штаны. Какие у тебя штаны были? Зеленые какие-то? Желтая футболка, зеленые штаны? Какие штаны были? Он тебе подсказочка сейчас не делает. Аня, я тебе жесткую подсказку только что дал. Куда ты мне показал? Розовые что ли? Да. Розовые штаны. Ты не помнишь розовые вот эти штаны с белой полоской моей? А, да. Я все время в них ходил. Штаны с белой полоской. Подсказки не стоят, оказывается. Дим, зачитывай следующий вопрос. Пока один-один и скажи. Один-один, слава богу. Какой знак зодиака у меня? Лев. Молодец. Я уже сам боюсь одного взгляда, когда смотрит. Есть. Пока. Молодец. Аня, что у тебя? Понимаете, я ее знаю. Как я предпочитаю проводить вечер? В телефоне. Серьезно? Ну, не правда. Ну, очень много времени в телефоне. Ну, это, ну, Ань. А так, ну, давай клинчик посмотрим. Но это, на самом деле, последнее время редкость. Один из. А давайте сегодня вы придете после эфира, знаешь, когда... А мы уезжаем. Мы сегодня вечером в Питер. На день рождения. У нас три дня. Будет завтра там? Будут дни рождения, чтобы ты понимал. Три дня подряд дни рождения. Я тоже завтра утром лечу в Питер. А мы сегодня ночью. Продолжим праздновать. Я буду там. Ну, великолепно. Завтра с концертом. Здравствуйте. Так что... Ладно, мы про это поговорим. Мы там тоже будем скоро с концертом. Да? Да. Мы там будем ведущими. Опа. Но не буду говорить, где. Вот, наверное, нельзя. Ну, пока не рассказывай, где. Но будет крутой фест. Ребята, молодцы. Следующий кто вопрос? Я думал, может быть, вы петь не думали между делами? Я пою. Поешь? Да. А я нет. У меня есть два крутых трека. Сколько классов я окончила? Один, наверное. Но девять. Молодец. Девять, правильно. Я просто думала, если честно, что ты забудешь. Почему? Не знаю. Я все помню. Ты пошла там на социального этого работать куда-то там. Так, зачитывай, что там. Дим, ты угораешь? Что? Чего я будешь больше всего? Нас потерять. С сыном. Правильный ответ. Правильный ответ. А чего ты боишься больше всего? Мне кажется, ничего. А, надо было сказать ничего? Да. Ну, слушай, этот ответ гораздо лучше, чем ничего. Ну, да. Чем ничего. Да. Это мы стираем. Можно так в прямом эфире делать? Нет. Все, супер. Просто стираю. Рукой, мужик, что стилим. Так. Полная дата, когда... Что тут написано? Когда мы расписались. Когда мы расписались. Полная дата. Да блин, Ань. Ты уже 50% дал ответа. 22. 0. Я все время путаю. Я говорю 0, 2, и у меня это неправильно. Я не пойму, какая тогда. 22. А месяц ты хотя бы знаешь? Дима, что мы другие люди знают. Я знаю 22-ое в конце 22-ое, а вот промежуточное все время путаю. One, two. 6. Да? Правильно? Дима. Нет? Иди в школу. Так, раз, два. Один. Один. Да, вызывай. Так. Раз, два. Три. Раз, два. Да. Поставьте мне лайк за это, пожалуйста. 22-ого марта, 22-ого года. 22-ое первое в жизни, пошла слеза слева глаза. Ань, зачитывай. Мое любимое занятие. Да. Вести бизнес. Сидеть в телефоне. Как уныло ты говоришь, давай сразу побольше. Мясо. Еще, еще, пожалуйста. Да все. Сливай меня. Дима, есть какой-то еще вопрос от тебя личный? Аня, что ты сделаешь мне после сегодняшнего эфира? Нет, ну, за неправильные ответы, которые ты говоришь, что мы сразу так смотрим. Вопросов нет, я так понимаю. А что ты мне сделаешь после этого эфира? Опа. Ты вещи собирать поедешь домой. Главное, чтобы... Вот она семейная жизнь. Тешились, но любили друг друга. Это был кипиш в студии РУ-ТВ. Блогер-чат продолжается в прямом эфире телеканала РУ-ТВ. Вернее, это уже заканчивается. Мы еще немножко пообщаемся с Димасом Блогом и Аней Ищук. Вы собираетесь снимать новый дом, я так понимаю? Или покупать, то ли снимать? Расскажите эту историю. Она хочет купить. Я решил, как сделать. Купить всегда успеем, правильно? Ну, вроде как бы правильно с точки зрения сейчас... Если я буду вовесить, я бы сказал так. Из-за того, что мы очень часто жили где-то как раз таки с хаосом. Где-то далеко. Особенно, когда мы там за Рублевкой жили. Это вообще просто там лютые пробки. Вот всегда вот за городом, когда ты живешь, это вообще непонятные какие-то пробки. Ты теряешь кучу времени на это. Вот. И это основная причина, почему я не хочу за городом жить. Почему я дом? Мне больше квартиру хочется. Вот. И... А Аня, она больше такой семейный домашний человек. Хочется что-то побольше там этого места. Чтобы, да, на дом мы уже там ездили, чтобы ты понимал, не раз смотрели эти дома. Мы уже один раз даже уже согласовали дом и хотели уже покупать. Вот. И все в какой-то момент такой стопнулось. Я говорю, давай сейчас просто снимем. Снимем, попробуем пожить. Там два, три месяца, полгода непонятно. И прикинь, тебе в итоге понравится, а мне нет. Блин, это будет круто. В смысле круто? Вы еще не переехали или уже переехали? Уже оплатили. Уже оплатили. Только оплатили. Сейчас будете привыкать. Мне кажется, дом это вообще кайф. Прикольно, да он прям рядом с МКАДом. Она специально, специально с рядом с МКАДом взяла, чтобы не было пробок, чтобы мне понравилось. Так я и хочу дом рядом с МКАДом купить, я не хочу далеко. Ребят, знаете, неважно, на самом деле дом это будет квартира или это будет шалаш. Главное, что вы вместе. Главное, что у вас есть самое главное чувство, это любовь. А у нас есть для вас подарок от нашего партнера цветочки. Держи, Аня, это тебе. Спасибо. Дим, РУ-ТВ это единственный канал, где мужчинам тоже дарят цветы. Спасибо, что пришли к нам в блогер-чат. Димас Блок и Аня Ищук были в блогер-чате. У меня зовут Макс Кобзов. Ребят, успехов, удачи. Все для любимой, да, смотри, остался. Конечно. Во слово, что хотели пожелать нашим зрителям? Любви, счастья, детей самое главное. Все, друзья. Благополучие. Блогер-чат на этом завершается. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok